Книга «Открытым оком» том 3. Тема крещения. Вопрос 928. Если человек умрет некрещенным, то за него молиться нельзя. Но если он крещен хотя бы не в полное погружение, даже просто окороплен был, то за него можно молиться, если он умрет. Значит, даже такое крещение лучше, чем никакого. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С этим крещением, в кавычках, то есть мочением лба ладошкой, батюшки совсем запутали народ. Неродивые папы, служащие за деньги. У евреев жены не работали на производстве, у станков не стояли, а жен надо было кормить, а жена прожорливее мужа, и он не в силах был ее тянуть и хотел жениться на другой. Ученые, академисты, синодалы придумали немало способов развода по-итальянски, в кавычках. Два раза пересоленный суп и благоверно могла вылететь из шатра вместе с кастрюлькой. Наконец, они так запутались в причинах, позволяющих развод, что даже и не жены разведенки, а сами мужики стали просить Христа помочь им разобраться в гражданско-процессуальном кодексе. Матфея 19.3. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться женою, своею? Так и у нас. По всякой ли причине всегда не можно признать крещение без троекратного погружения, а оказалось, что всего лишь три случая, позволяющие обойтись и без полного троекратного погружения. Но три же человек должен быть полностью облит весь, от темени головы до подошвы ноги, хотя бы три ведра на совершенно раздетого. Это клиники, в кавычках, в реанимации, или переломанное после аварии, или недоношенное больное дитя под колпаком, в тюрьме или в лагере, кляну у татар в степи. Все. Это, как и работа в воскресенье, разрешается только следующее. Животноводство, врачи, сторож. Значит, обливание это все-таки лучше, чем совсем не крещенный.